В Уфе, в одном из домов, жильцы не позволили МЧС спасти котенка. Животное застряло в вентиляции, а вот чтобы достать его, нужно было частично ломать стены здания. Жильцы буквально грудью встали на защиту своих апартаментов. Говорят, уж очень дорогой ремонт, его более жалко ломать. Ну, не жалея, я на крышу залезу, еще буду кота заставать, как вы думаете? Вызывали МЧС, сказали, стену долбить. А мне, я что, закатаю, сейчас стену буду долбить? Ну, у вас за стеной умирает кот. Ну, давайте сами умрем тогда. Ни хрена было туда кидать, я не кидала его туда. Не надо меня из-за этого убеждать. Целую неделю котенок продолжал мяукать. Сначала люди думали, что это новый питомец соседей, просто шум на себя ведет, но писк становился все жалобнее и не прекращался даже ночью. Когда же выяснили, что звуки доносятся из полости в стене, обратились Жек. Там история тоже особо никого не тронула. Сказали, ну, подождите руководителя, но когда он будет, не ясно. В итоге жильцы решили сами попробовать вызволить пленника. Правда, сделали только хуже. Котенок провалился еще глубже в вентиляцию. Поняли, что он прослушивается на уровне 11-12 этажей. И просили разрешение жителей вскрыть стену, чтобы достать кота. Оплату я все брала на себя. Полностью оплата, полностью все работы по заделыванию, по покупке плитки. Однако никто, никто нас просто не захотел пускать. Хозяин 71-й квартиры сказал 200 тысяч. С момента, как котенок попал в плен, прошло уже больше 10 дней. И больше он не мяукает.